Приветствую всех на моем канале! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом своего заварного крема, которым я всегда пользуюсь, который получается очень нежный, шелковистый, глянцевый, блестящий и очень-очень вкусный. Для этого в сотейник выливаю молоко, добавляю сюда ванильный сахар. Все пропорции и ингредиенты оставлю в описании внизу под видео. Пол чайной ложки приблизительно. И отправляю на огонь. Огонь делаю чуть меньше среднего. Я вставляю до тех пор, пока молоко не нагреется, приблизительно 80 градусов, чтобы оно не закипело, только хорошо прогрелось и было горячим. Пока прогревается молоко, я подготовлю яичную смесь. Два яйца. В яйца высыпаю сахар. Взбиваю до тех пор, пока масса вся посветлеет и образуется пена. Вот масса посветлела, вот превратилась в такую пену. Сейчас добавляю муку и продолжаю взбивать. Если есть крахмал кукурузный, лучше добавить кукурузный крахмал. Но чаще всего, как крахмала нету, и спрашивают, чем можно заменить. Можно заменить обычной мукой. Молоко с ванилью уже прогрелось. Хорошо, сейчас тонкой струйкой вливаю яичную смесь. Все продукты соединились. Выливаю эту смесь обратно в сотейник. Возвращаю эту смесь на огонь. Огонь я делаю чуть-чуть меньше среднего. Беру венчик и все время помешивая увариваю. Увариваю до тех пор, пока на поверхности не образуются первые пузыри признаки кипения. Венчиком надо хорошо проходиться по дну, по всех уголках, чтобы крем не подгорел. Иначе у него будет привкус горелости и он будет горчить немножко. Никуда не уходим, никуда не отлучаемся, так как все может произойти очень быстро и смесь может начать пригорать ко дну. Когда я вымешиваю крем, время от времени я его приподнимаю, когда мне надо хорошо вымешать по дну. Это лопается пузыри воздуха после взбивания яиц. Сейчас я покажу, когда будет видно, когда закипает уже эта смесь. Вот. Вот это уже... Вот, когда начинаются вот такие вот... Вот. Вот это уже кипит. Крем готов. То есть заварная часть к крему готова. Снимаю заварную основу с огня. И добавляю сюда сливочное масло. И хорошенечко вымешиваю до тех пор, пока масло полностью не растворится в этой заварной основе. Вот, за счет сливочного масла смесь получается вот такая вот шелковистая и глянцевая. Беру контейнер и переливаю всю эту массу в контейнер. Для того, чтобы на креме не образовывалась корочка, я накрываю пищевой пленкой в контакт. Кончики прячу вовнутрь, так как у меня еще будет крышка герметическая, чтобы крем не набрал запахов из холодильника. И отправляю в холодильник до полного остывания. Приблизительно часов 5-6. Заготовка простояла 5 часов в холодильнике. Вот такой вот густой крем получился. Дальше холодные жирные сливки взбиваю до устойчивых пиков. Дальше вот эту массу заварную тоже пробиваю немножко миксером. После того, как масса немножко посветлела, добавляю сюда взбитые сливки и аккуратно перемешиваю. Сливки добавляю в 2-3 этапа. И после того, как я его хорошо вымешала, все сливки вмешались полностью в крем. Вот такой вот крем получается нежный, мягкий, пушистый, глянцевый. Именно этот крем я использую в своем рецепте торта Наполеон. Ссылку на видео оставлю внизу в инфобоксе под этим видео. Нажмите кнопочку еще и там увидите всю информацию, которая нужна. Крем получается невероятно вкусный и его можно использовать в очень многих десертах. Также я его использую часто в трайфулах, шу, заварных пирожных, эклерах. Очень большое разнообразие. Решила сделать отдельное видео для того, чтобы каждый раз в видео не готовить этот крем, а только буду вставлять ссылку на это видео, на этот крем и здесь вся информация будет. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь и до скорых встреч! До новых встреч!